Дорогие друзья, отпраздновал праздник Рождества Богородицы в селе Глебовское около Переславля в храме Рождества Богородицы, где служит отец Иоанн, я потом по приглашению путешественника, с которым мы подружились, Владимира Бурлакова, приехал поговорить, попить чаю, обсудить проекты по Египту в том числе, где Владимир поделился сокровенным, рассказал о фильме «Ласточки Христовы». Владимир хорошо знает всю съемочную команду, а его коллега, оператор и монтажер Александр Матросов сделал основные кадры в этом кино. Эта работа действительно потрясающая, повествующая о гонениях сербской церкви в Черногории, и матушка, кстати, тоже была на премьере, потому что митрополит сербский Амфилохий в свое время благословлял матушку уйти в монашество. И я нашел в ютубе этот фильм, это кино, рекомендую его посмотреть, фильм документальный, очень трепетный, сентиментальный, и доходит до самой глубины сердца, про Сербию, ссылочка в описании. Так вот, Володя поделился тем, что перед всеми значимыми событиями, перед началом всех проектов, а мы говорили про Египет, он едет в Гаденово, поклоняется Кресту Господню Нерокотворному, и после этого принимает какие-то решения. И, естественно, я тоже захотел после празднования, тем более был неподалеку, в Переславле, поехать в Гаденово, это всего лишь там меньше часа езды, чтобы тоже помолиться о своем, о насущном. И со мной произошел призабавнейший, приинтереснейший, уму неподдающийся случай. Дело в том, что я, экономя телефон, имеется в виду его аккумулятор, воспользовался встроенным навигатором в своем автомобиле. И, чтобы было наверняка, забил долготу, широту, все как полагается. И он меня вывел и поехал, и мне так дорога понравилась, думаю, странная такая дорога, мимо Горицкого монастыря, я помахал рукой матушке мысленно, поклонился. И, огибая Плещеево в озеро, которое мне тоже дорого, потому что мы с матушкой и с Владимиром в этом году были там на крестном ходу, на лодках, я поехал в Гаденово. И каково же было мое удивление, что я еду-еду, никак не могу доехать. Смотрю, уже поворот на Углич появился, и вдруг возникает красивейшая картина, великолепный монастырь, которым я ни сном, ни духом, что называется, не знал. И я решил просто остановиться, посмотреть, сфотографировать его, и потом, думая, что раз остановился и сфотографировал, дай-ка я в него зайду все-таки. Тем более, навигатор показывал всего лишь 3 километра до Гаденова. И каково же было мое удивление, что, оказывается, до Гаденово теперь надо ехать заново целых 163 километра, то есть возвращаться либо в Переславль, либо в объезд, но это очень далеко. Одним словом, Господь меня привел совершенно в другое место, в Сольбинский монастырь. Не планировал, но пришлось делать репортаж. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. Продолжение следует. Навигатор привел, и я начал снимать, и образовался диалог, и в итоге у нас получилась такая вот незапланированная экскурсия. Очень радостно, что вы... Здесь, кстати, есть кафе, Василий обещал угостить. Да, сейчас у нас все накормлены, это наша традиция. Сначала все покушали, а потом идут. Перевожу кадр. Не в каждом монастыре есть паломническая служба такая вот, чтобы сразу, знаете, вас встретили. Я только достал камеру, и мы тут же познакомились с Василием. И сейчас он нам коротко все расскажет сам, это будет из первых уст. Мы находимся в трех часах езды от Москвы, и, наверное, столько же ехать от Ярославля. Если вы отправитесь в Гаденово, в Переславские храмы, будем очень рады. Посетите нас. Прекрасная дорога, примерно 40 минут езды от Переславля, и вы просто попадаете в центр леса. Здесь обитель, удивительная, тихая. Посмотрите, 11 храмов на территории, еще 4 в стадии строительства. Это большой автономный монастырь, близ реки Сольба. Пойдемте, да? Прежде чем мы войдем в храм, и мы с вами прикоснемся и приложимся к главной святыне этого монастыря, иконе Николая Чудотворца, я хотел бы сделать небольшую предысторию. Ныне это Никола Сорбинский возрожденный женский монастырь. Изначально он образовался где-то примерно в 15 веке и был мужской Николаевской пустынью. Своё название пустынь получила от главной святыни монастыря, чудотворной иконы святителя Николая. Матушка Иротиита понимала, что не возродить обитель без помощи Николая Чудотворца нужна была чудодейственная икона. Чудодейственная икона была обретена из рук настоятеля в храме Крылатском. Её история удивительна. Она была надратной иконой ткацкой отделочной фабрики Саксов в Кунцеве, в Москве. А после революции эту икону коммунисты сняли, бросили в сарай, и один из жителей села Крылатского выпросил её у нового фабричного начальства и увёз на телеге домой. Через 70 лет его потомки передали образ в открывающийся в Крылатском храм, в котором был и служил настоятелем отец Георгий Бреев. Батюшка, который исповедует всё высшее московское духовенство. Исповедовал. К сожалению, он почил в 2020 году от усложнения пневмонии от ковида. Но батюшка передал ненастоятельнице, игумене этого монастыря Иродиаде, эту икону, эту святыню, после согласования с общиной в своём храме в Крылатском. И это было непростое решение. И ныне эта чудотворная икона находится в стенах Успенского храма монастыря. А на территории монастыря более 150 сирот, девочек, которые воспитываются. Настоятельницу зовут Матушка Иеротиида. Она здесь с 1999 года. Это тот человек, который, по сути, возродил монастырь. Молитвам о прибавлении ума, о воспитании уделяется большое и сильнейшее значение в монастыре. И поддержка Николая Чудотворца, Сергия Радонежского, молебны, нашим святым угодникам, безусловно, поддержка Божьей Матери помогает воспитывать сирот, которые живут на территории монастыря. Господь, Господь, Господь. Господь, 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 Господь. Здесь что интересно, что сейчас 40 монахинь здесь живет. Сейчас здесь находится на территории 40 монахинь, 160 детей, учащиеся, воспитанники. У нас и приют, и детский сад, школа, а также на территории, и колледж по трём специальностям обучающий. Мы с вами находимся у восточной стены храма. Сейчас мы наблюдаем с вами пруд. Храм... Это же как в Василии Блажо был, прям очень похож. Пожалуй, похож, но я бы сказал, что с точки зрения прям архитектурного стиля, это больше храм, напоминающий, например, Шмардино. Да, я тоже так был в прошлом году. Это не русский стиль, его строил наш прекрасный ярославский мастер, Ашлёпин Николай Анатольевич. Просто великолепная работа, удивительно. Василий, и получается, что паломников много, да, вы говорите, вообще приезжает, так, паломничество? Мне кажется, что паломники далеко не все о нас вообще знают. И часто это случайные визиты. Вообще мы здесь верим, что к нам Господь не всех людей пускает. Мы здесь находимся в центре леса, и когда мы видим людей, приезжающих сюда, я смотрю на их лица и вижу, что эти лица похожи. Это люди, как правило, занимающиеся социальным служением каким-то. Это врачи, преподаватели. Их мы видим здесь больше всего. Мы ждем их снова и снова. Василий, а что это за такой красивый храм? Друзья, это храм преподобного Сергия Радонежского. Построен он в северном стиле. В Карелии можно увидеть такие храмы. А вот проект этого храма, он прямо с картины Нестерова «Видение отроку в Орфоломею». Можете ее посмотреть, увидите там за отроком, где-то вдалеке виднеется такой же вот храм. То есть это сначала картину написали, а потом храм построили? Или храм построили, а потом картину написали? Нет, разумеется, сначала была написана картина Нестеровым давным-давно. Ну, а храм построен все-таки относительно недавно, 20 лет. А, это новострой, да, получается? Разумеется, да. Да, и что хорошо в этом монастыре, дорогие друзья, мы все время говорим про историю, но мы должны бережно относиться к дню сегодняшнего, к моменту, когда вы слышите мой голос, и мы увидим друг друга, потому что сейчас вот эти ситуации, которые в мире происходят, они еще ценнее дают нашу жизнь. И мы понимаем, что мы временно с вами на земле, я не хочу ничего проповедовать, да, но этот монастырь, чем удивителен, это памятник новейшей истории 2022 года, продолжения 2023 года, потому что матушка постаралась, и Богородица дала ей силы, чтобы она возникла эту обитель уже в наше время. И это все объединилось вот в этой точке времени, потому что у Бога нет времени, но в нашем настоящем, вот в этом чуде, посреди вот всех вот этих вот торговых центров и прочего-прочего-прочего, появилась такая вот обитель святая. Так что, дорогие друзья, приезжайте. Ссылки в описании к этому видео я оставлю телефон Василия, руководителя паломнической службы монастыря. Также вы можете посетить сайт, я тоже оставлю ссылку, и посмотреть, какие требы есть, какие там есть храмы. Там есть виртуальный тур очень шикарный, когда можно побродить по монастырю и посмотреть, что определить в своей точке маршрута, когда приедете. Одним словом, я не планировал, так получилось. И, по-моему, получилось здорово. Как считаете, дорогие друзья? Ну, а что касается Гаденова, то Господь меня не оставил. Ровно месяц спустя, 21 октября, я в прекрасной компании наших зрителей и нашей дорогой матушки Ефросинии посетил Гаденова, и об этом будет следующий репортаж, где матушка коленопреклоненно молилась за всех благодетелей и зрителей канала, и мы получили наисильнейшее, наирадостнейшее впечатление, и каждый из участников получил свои ответы, включая меня. Единственное, я про эти ответы пока рассказать не готов, потому что это секрет, но придет время, и я поделюсь. А что касается репортажа, то уже скоро, на следующей неделе, мы с вами поедем через фильм Гаденова. Оставайтесь с нами, канал «Разные дороги». Достойное знамя честного креста Господня, освящаясь, радостно взывая. Сердечно благодарю каждого нашего попечителя за доброе сердце. В связи с отключением монетизации на YouTube, прошу вас оказывать поддержку канала напрямую на номер карты, который вы видите сейчас на экране. Каждого нашего благотворителя я вношу в синодик и подаю записки в тех святых местах, где бываю, а также вспоминаю сам и прошу упоминать наших героев, батюшек и матушку Ефросинью. Сердечно благодарю вам за вашу помощь. Субтитры создавал DimaTorzok